Простое число. Таймург. Оставь один в пределении на 4. Мы хотим представить это простое число в виде суммы двух квадратных. Ну, господа, если число вида 4n-1 представлено в виде суммы двух чисел, вы понимаете, что одно из этих чисел обязательно будет четное, а другое – нечетное? Другого не бывает. Нечетные числа в другом в виде суммы не представляются. Значит, я имею право считать, что х нечетное, а у, наоборот, четное. Любое четное число представимо в виде 2 на какую-то правильное число. Заметьте, ничего сложного пока не произошло. Я просто переписываю то самое равенство х квадрат плюс 3х квадрат в виде х квадрат плюс 2з в квадрат. Что это такое? Это х квадрат плюс 4з умножить 15. Ребята, а вот сейчас будет совершенно неожиданная идея. Ее придумал Роджер Хитбрул. Ну, если угодно, кто-то заехал. Она так взревала долго. Идея кажется абсолютно странной. Я сейчас от этого одного равенства П равняется х квадрат плюс 4х квадрат. Перейду к системе уравнений. Смотрите, что это за система. П равняется х квадрат плюс 4, а вот дальше будет интересная вещь. З умножить на Т. И еще будет равнение. З равно. Было одно уравнение. П квадрат это х квадрат плюс 4з квадрат. А получилось в системе. х квадрат плюс 4з умножить на Т. Где з равно Т. З равно Т. Это на самом деле означает, что то самое. Х квадрат плюс 4з квадрат. Согласны? Да. Согласны? Вот, ребята. Роджер Хитбрул. Яйца. Дальше они писали некие сложные формы. Которые я сейчас писать не буду. Я сейчас посмотрю только на первое уравнение этой системы. Я временно забуду о том, что з равняется массу Т. И буду смотреть только на первое уравнение. И сразу ситуация станет намного проще. Если забыть, что з и Т это одно и тос, то уравнение безусловно не решение. Если забыть, что з и Т это одно и тос, то у нас получается вот такая штука. У нас получается 4n плюс 1 в верхней части. Очевидно, что это 1 партия плюс 4 умножить на n и умножить на 1. Одно решение я уже нашел. Ну, единственное, что эти числа разные. Надо, чтобы они были равны. Надо мучиться как-то. От одного решения этого уравнения переходить к другому решению. Оказывается, есть два способа получать из одного решения другое. Один из них я назову алгебраический способ, а именно перемена места букв Z и D. А другой способ я назову геометрический. Он будет немножко посложнее. Геометрический способ. Он записывает очень просто. Если P это х квадрат плюс 4 Z, D, то P это х квадрат плюс 4 T. То есть, что мы делаем? Мы меняем местами ножки. Число T меняем местами с числом Z. Разумеется, ничего не происходит. Это такое совершенно очевидное алгебраическое замечание. Числа Z и T на самом деле можно менять местами. А вот дальше идет главный принцип, что вы уже совсем все поняли. Я возьму сейчас какое-нибудь конкретное простое число и для него все нарисую. Число 12. Все такие представления выписываются очень далеко. Смотрите, что это такое. Это 1 в квадрате плюс 12. А что тут 12? Это 4 умножить на 3 умножить на 1. То же самое. Это 1 в квадрате плюс 4 умножить на 1 умножить на 1. И это то же самое, что 3 в квадрате плюс 4 умножить на 1 умножить на 1. Ребята, я сейчас каждую из вот этих вот формул нарисую вам геометрически. Как рисовать 1 в квадрате? Это очень просто. Просто 1 клеточка. Как нарисовать 4 раза 3 на 1? Это очень просто. Я по вертикали рисую 3 клеточки. Так, ребята, если они у меня будут не очень ровные, пожалуйста, вы в своих экранах все равно рисуйте точность, понятно, ваша обычная повеска из 13 клеточки. Итак, здесь в центре 1 в квадрате. Вот этот вот размер – это 3 клетки. То есть это у нас Z. А это 1 клетка. Это у нас T. В общем виде картинка будет такая. Будет квадрат размером X на X. Это те самые X квадрат клеточки. Дальше мы отложим по вертикали некоторое расстояние Z и здесь вот отложим расстояние T. И эту картинку мы прокрутим. Единственный разумный способ нарисовать 4 Z в T – это нарисовать 4 прямоугольничка, каждый из которых размером Z на T. И разумеется, их естественно нарисовать именно вот таким образом. Отлично. Отлично. Все-таки, чтобы действительно все к настоящему все моделять, давайте я нарисую здесь. Итак, есть у меня вот эта вот одна клетка. Посмотрите, здесь Z – это единица, поэтому мы нарисуем одну клетку вверх, а здесь откладываем три клетки. Дальше. Здесь мы откладываем, господа. Пожалуйста, посмотрите, как это будет. А главное, у себя в цикаде присутствует. Так, давайте я центральный квадрат буду штриховать, для того, чтобы все понимали, что же здесь происходит. Вот, и так, центральный квадрат я штриховал, и у нас получилась такая картина, что принципиально важно. Алгебраические формулы очень похожи, всего лишь переставили два числа. А геометрические картинки довольно разные. Довольно-таки по-разному они выглядят. Отлично. Вот здесь вот. А здесь у нас, господа, квадрат размером 3 на 3, квадрат размером 3 на 3. А к нему прерисовано по одной клеточке. Каждая размером вот один на один. Здесь у нас, значит, три квадрата, здесь одна клеточка, здесь одна клеточка. Господа, алгебраическое соответствие, то, которое вот здесь отмечено, t и z меняют местами, это соответствие, которое меняет местами вот эти две картинки. Алгебраическое соответствие меняет местами 1,3 на 3,1. Вот давайте я здесь поставлю алгебраическое, желтое такое соответствие. А теперь посмотрите на зеленое соответствие. Зеленое соответствие геометрическое. Картинка, если смотреть только на внешний отвод, одна и та же в обоих случаях. Так вот, ребят, как ни странно, основную идею показательства теоретики Ферма-Вейлера я вам уже... Разумеется, это еще не является показательством. Я сейчас сначала все покажу на примере другого простого числа, а потом расскажу подробно, как математика принята строго показательства. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда, на вот эту геометрическую картинку, на общую картинку. Что у нас есть? У нас есть внешний контур этой картинки. Согласны? Вот он такой вот, зеленый внешний контур. И есть вот этот квадрат. Давайте его называть большой квадрат. Здесь вот такой большой квадрат. Но, ребята, эту картинку можно себе представлять по-другому. Можно продлить отрезки вот эти вот сюда. Посмотрите, пожалуйста, как я это делаю. И тогда возникнет внутренний маленький красный квадрат. Единственное, я его нарисовал не до правильного места. Я его нарисовал сюда, а надо было сюда. Вот он такой. Вот он, маленький красный квадрат. Смотрите, что у него. А у него есть те самые крылья. Смотрите, вот он. Вот одно. Вот смотрите, другое. Видите? Такой же прямой. Вот еще один такой же прямой. И вот они, четыре прямой ольфа. То есть, одну и ту же картинку. Квадрат с дельными. Можно себе представлять, как большой квадрат с небольшими крыльями. А можно себе представлять, как маленький квадрат с большими крыльями. Таким образом, я сейчас перейду к рассмотрению, какого будет следующего примера. Какое-нибудь простое число. Возьмем все-таки не слишком большое, но все-таки такое уже серьезное. Разумеется, по-настоящему сумеете понять это доказательство не только после того, как сами возьмете какой-нибудь другой пример, и сами его обсчитаете. Но я пока начинаю счетную работу. И в результате этой счетной работы у нас появятся картинки. После чего, вот я посмотрю здесь картинки, и уже после этого я расскажу вам в общем виде доказательства. Поехали. 41. Это 1 в квадрате плюс 40. Шутка 40. Это либо 10 на 1. Так, можно я картикально запишу? Тогда, наверное, будет как всем понятно. Либо 5 на 2. Либо 2 на 5. 1 на 10. Все, с 1 в квадрате закончим. Теперь 3 в квадрате. И в квадрате вообще-то 9. 32. 32. 32. 32 это 4 на 8. Значит, будет 4, 8, 1. Будет, господа, 4, 4, 2. Будет 4, 2, 4. И будет еще 1 умножить на 8. 4 на 1 на 8. Отлично. Я чуть-чуть не рассчитал, но ничего страшного. Давайте пишем дальше. 5 в квадрате. Это 25 плюс 16. Что такое 16? 16 это 4 на 4 на 1. Еще бывает 4, 2, 2. И, наконец, 4, 1, 4. Отлично. Отлично. Обратить 7 в квадрате уже нельзя. Потому что 49 больше, чем 41. Сейчас я должен сначала проставить стрелочки, которые соответствуют алгебраическому симметрике. Замене 2, это очень легко. 10, 1 и 1, 10. Здесь 5, 2 и 2, 5. Здесь, очевидно, 2, 4, 4, 2. 8, 1, 1, 8. И здесь 1, 4. Обратите, пожалуйста, внимание. Если мне удалось найти вот такое место, то я доказал для этого простого числа теорему фермарина. Потому что ведь наша цель – найти пару, для которой z равно t. Согласны? Значит, моя цель – доказать, что для какой-то пары обязательно z равно t. А теперь давайте посмотрим на всю эту ситуацию так. Здесь вот две строки, две строки, две строки, две строки, две строки, две строки. Ребята, моя цель – доказать, что у нутового уравнения x квадрат плюс 4 zt равно b. Нечетное количество решений в натуральных числах. Поскольку это принципиально важно, давайте я сейчас запишу это в чём. Перепопулировка. Если b – простое число, имеет вид 4n плюс 1n, то уравнение b равно x квадрат плюс 4 zt имеет нечётное число решений в натуральных числах. Итак, x, y и z – натуральные числах. Мы рассматриваем такое уравнение x квадрат плюс 4 zt. Если нам как-то удастся доказать, что у этого уравнения нечётное количество решений, то само собой получится, что среди этих решений есть то, где z равно t. Потому что, когда z не равно t, то переставляя эти два числа, вы из одного решения получаете другое. Вот это вот алгебраическая приставка. Между прочим, в предстоящем у нас есть такое слово «инволюция». Инволюция – это преобразование, которое, если его сделаешь два раза, всё возвращает на место. Пример инволюции, скажем, осевая семетру. Если вы сделаете осевую семетру два раза, всё вернётся на место. Так вот, ребята, то, что я сейчас нарисовал, это типичный пример инволюции. Поменяем местами z и t. Если мы это сделаем два раза, то, конечно, они вернутся на свои прежние места. То есть эта инволюция, она всегда разбивает всё на пару. Если при этом всегда z равно t, то решение – чётное число. Если мы сумеем доказать, что решение – нечётное число, то автоматически мы докажем, что уравнение есть обязательно решение, где z равно t. Всё понятно? Всё понятно. Так вот, господа, на этом роль вам в гранической инволюции полностью получилась. Сейчас мне потребуется геометрическое рассмотрение картинки. Идею я уже вам здесь вот объяснил. Идея такая, что одна и та же картинка квадрата с четырьмя прямоугольниками, квадрат с таким крыльем, может быть рассмотрена два раза. Чтобы вы это действительно поняли, просьба сейчас самостоятельно. Нарисуйте каждую из этих картинок по клеточкам в тетрадке. Какие из строчек изображаются одним и тем же способом. Ещё раз. Каждая из этих строк – это некоторая картинка. Разных картинок там будет ровно шесть. Некоторые из картинок будут два раза встречаться. И вы должны будете зелёной стрелочкой соединить строчку с строчкой, которая дают так, как уже картину. Ребята, пожалуйста, сделайте это сами. Сейчас здесь одна клетка, и это называется первая строчка. Один, потом пять. О, он ещё обязательно кучный. Вот так. Это, значит, один, теперь пять клеточек. Здесь у нас пять, а здесь у нас две клетки. Так, теперь сюда, пять, сюда, две клетки. Ещё, 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 сюда, пять, сюда, две клетки. Так, вот здесь вот одна клетка, это пять, это четыре. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. Я сейчас нарисовал картинку для второй строки. Но, посмотрите, что это будет интересная штука. Здесь возник вот такой вот красный квадрат. Здесь возник такой вот красный квадрат. А это между проводами. Три, четыре, два. Три, четыре, два есть? Да. Следующий. Господа, вот я сумел нарисовать картинку, которая одновременно и для второй, и для шестой строки. Все согласны? Да. Отлично. Теперь я беру третью строку. Один, один, высоту два, только квадрата пять. Здесь вот два, здесь, соответственно, три клетки остаются, да? Красный квадратик будет, какой размер? Пять. Пять. Совершенно верно. А здесь будет сколько? Двое. А? Двое. А здесь будет два. Двое. Замечательно. Это будет третий строк. Замечательно. Вот у меня третья строка. Соответствовала варианту один, два, пять. А получился вариант пять, сколько там? Два, два. А пять, два, два – это десятая строка, ребята. Пять, два, два – это десятая строка. Заметьте, пожалуйста, один, десять, один и один, 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 десять. Это совершенно разные вещи. Вот так вот лежат десять строчек. Вот так вот лежат. Огромная просьба в тетради, ребята, рисовать по-честному. Вот как я здесь нельзя. У вас клеточки, вам легко, правда? Вот это вот десять, и это у нас называется четвертая строчка. Пожалуйста, успевайте сделать это действительно по-настоящему. Это четвертая строчка. А что получится, когда сделаешь здесь красный квадратик? Три на восемь на один. Во-во-во, совершенно верно. Три на восемь на один. А это у нас было. Это пятая строчка. У нас получается, что четвертая и пятая строчки изображаются одной геометрической картинкой. Так, мы так уже дошли до пятой. Шестая строчка тоже была. Поэтому мне сейчас нужно нарисовать седьмую строчку. Это три, два, четыре. Хорошо. Седьмая строка. Это нужно нарисовать три на три. Трех две клеточки, а сюда четыре. Я очень надеюсь, что все, кто думали, что сейчас будет какой-нибудь бред, уже что-то забывали передумали и поняли, что это все-таки математика. А не просто рисование каких-то таких вот странных. Итак, друзья, встали квадратных. Разочетрифую, как того, что у нас здесь три в квадрате. Итак, три, два, четыре. Нарисовал. Теперь здесь вот так будет. Сейчас вам встали, присылайте гораздо быстрее. И, наконец, здесь будет внизу. Значит, три, два, четыре – это седьмая строчка. И последний квадрат, совсем последний. Он выглядит вот так. Не квадрат в другом уголке. Последний в другом уголке, рисовывается, он выглядит вот так. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. У нас здесь вот этот вот квадрат три на три, да? У нас квадрат три на три. Но можно тут же самую картинку воспринимать, считая, что у нас есть вот такой вот здоровый квадрат. У нас есть вот такой вот квадрат со стороны пять. А у него один четыре. Что такое пять один четыре? Это одиннадцатая строка. Да, кстати, уже кто-то говорит, что это одиннадцатая строка. Значит, мы с вами... Я убедяю вас, оба половины из вас. Если завтра спросить, пересказать это доказательство, не смогу. Потому что оно выглядит абсолютно игрушечным. Но на самом деле в нем есть математическая идея. Вот эта вот, ребята, идея, она вообще-то... Керма была не глупее нас с вами. Но он ее не придумал. Дон Сагир был не глупее нас с вами. Это великий элемент миотематистики, что он включает перед этим человеком. Но он это не придумал. Ребята, кажущаяся простота не должна сейчас включать вам слугу зрения. Пожалуйста, давайте до конца посмотрим, что же здесь есть. Итак, мы уже дошли до седьмой строки. Восьмая строка. Это три один восемь. Это такая достаточно длинная будет картинка. Ну, с другой стороны, все-таки не так уж и страшно. Итак, вот квадратик размером 3 на 3. Вот этот самый квадратик. И теперь один восемь что такое? Это один, а там пять клеток. Вот здесь у нас всего восемь клеток. А значит здесь пять. Вот здесь все написано. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь у нас три. Отлично. Вот это вот еще три квадрата. Дальше пошло то же самое. Один восемь. Это уходит вот туда. Сильно-сильно. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять. Сюда один восемь. Раз, два, три, четыре, пять. И, наконец-то, вверх вот сюда уходит. Извините, я не буду там все в точности и подобности рисовать. Ну, в общем, вот здесь вот у нас пять клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Отлично. Вот они наши пять клеток. И теперь, господа, самое главное. Во что превращается эта наша восьмая картинка, если смотреть на большой квадрат, который... Четыре на один. Что? Четыре на один. Четыре. Нет, квадратка есть пять на пять. О, квадратка, или пять на пять. Плюс четыре на один. Прямоугольник четыре на один. Отлично. Четыре на один – это девятая строка. Вот она, девятая строка. Так, что осталось? Все. Десятая уже была. Одиннадцатая была. Так все, шесть картинок. Я обещал, что будет шесть картинок. Вот они шесть картинок. Отлично. Так, теперь я говорил, что нужно будет взять и отметить, как эти строчки соответствуют. Но дело нехитрое. Заметите, в первой строке на нашей картинке не соответствует штука. В том смысле, что первую строку не можно принимать только картинка самая у себя. Дальше. Вторая соответствует шестой. Вторая соответствует шестой. Отлично. Дальше. Третья, десятая. Третья, десятая. Давайте я вот так вот нарисую. Третья соответствует десятой. Четвертая соответствует пятой. Хорошо. Четвертая соответствует пятой. Седьмая, одиннадцатый. Но здесь не очень у меня получается. Но надеюсь, вы все это поймете. Седьмая соответствует одиннадцатый. И, наконец, что? Восьмая соответствует девяр. Восьмая девяр. Ну, вообще уже не знаю, как это рисовать. Давайте я тут спрятаю через теоретку. Восьмая девяр. Хорошо. Господа. Итак, а вот теперь давайте все-таки послушайте общее доказательство. Звучит оно очень просто. Если у нас В простое число, то каждое представление числа t в виде x квадрата плюс 4 мы можем нарисовать в виде геометрической картинки квадрат размером x на x и 4 прямоугольника размером z на t квадрат размером x на x 4 прямоугольника каждым размером z на t Каждую такую картинку кроме одного такого вот места который, кстати, существует всегда он соответствует такому изложению 1 в квадрате плюс 4 умножить на n умножить на 1 Все, кроме такого места могут быть представлены в боях Кстати, ровно в этот момент я пользуюсь простатой числа b Каждую картинку кроме одной кроме того, как вставлено можно воспринять ровно двумя способами Как я вам написал уже, да? Значит, картинок нечетное число Вот я здесь написал переформирую, что картинок нечетное число Их правда нечетное число Потому что есть один крест, а каждая из остальных картинок воспринимается двумя способами Либо квадрат маленький, либо квадрат большого Ну, собственно, критерия бы догадана Сейчас, простота использована вот в каком месте Если бы у нас число было непростое, то случайно могло бы так получиться, что вот это состояние очень невероятно И тогда картинку можно было бы воспринять только одним единственным способом Давайте я ее такую картинку нарисую Вот представьте себе, у вас, например, есть квадрат Замечательно А дальше к нему со всех сторон пририсовали прямоугольнички размером 2 на 3 Давайте посмотрим, сколько в таком случае будет клеток А понятно, сколько? Количество будет делиться на 3 Понимаете, где? Вот вам случай непростого числа Возникает картинка, которую можно воспринять единственным способом Ее можно воспринять единственным способом Только с одним большим квадратом Если число такое простое, то такого эффекта не может быть Точнее, такой эффект может быть в единственном случае, когда вот здесь ширина единица Потому что у уточного простого числа не оттуда будет делиться Вот, ну и все, решение и черное число, значит, все получилось Так, теперь Теперь давайте посмотрим еще на одну забавную черту тех двух инволюций Я не буду сейчас ничего выписывать А просто, что называется, следите за рукой Я сейчас буду идти все время Или по желтой, или по зеленой стрелочке Смотрите, взяли число 41 Взяли? Понимаете ли вы, что вот такой способ Я выписать легко могу? Запуск подряд Квадрате плюс 4 умножить на это умножить на 1 Отлично! А дальше я иду по алгебрической Я меняю листами и лицу и 10 А потом иду по диаметрической А потом не возвращаюсь по диаметрической А иду по алгебрической А потом иду по диаметрической По алгебраической А дальше куда? — 7 По алгебрической По алгебрической blessed по диаметрической в алгеброической по алгебрической по алгебрической и по алгебраической, возвращаясь к тому же самому, значит, я прошёл от вот этого, где у меня зелёная штука показывала цикл, а давайте ещё раз киньте пальцем эту штуку, и вы поймёте, на самом деле, как это совершенно замечательно. Дело в том, что у нас есть две точки. Одна точка, вот тот самый крест, и мы с неё начинаем, а другая точка, вот эта вот, вот она, где, наоборот, Z и D равны, где алгебраическая эволюция ничего не позволяет исследоваться. Соответственно, странно, картинки, которые я нарисовал, они позволяют искать решения. Ну, единственное, что я честно должен признаться, во многих случаях этого самого решения, которое ведёт вас через огромное количество вариантов. Если вы посредили, сколько, через сколько вы прошли? Через... Вообще-то через всех. Вообще-то через всех. На этой картинке. Кстати, это не так, бывает, что не через всех. Между прочим, я ничего не знаю о том, для каких простых чисел мы пройдём через все, а для каких не через все. Те из вас, кто любит программировать, могут легко спрограммировать эту штуку, и, соответственно, у вас может даже получиться что-то интересное, потому что, ну, в общем, это, что, значит, ещё никто не делал никогда, не осмотрел на эти циклы. Но, ребята, для доказательства теоремы Ферма-Эйглера это вполне себе избыточная штука. Теорема у нас уже получилась. Теорема мы доказались. Отлично!